Дорогие друзья, несмотря на все ограничения, жизнь образовательных организаций, конечно же, не останавливается. Это касается и приема новых сотрудников и продления действующих трудовых договоров. Вместе с тем, в настоящее время возникла серьезная практическая проблема для работников образовательных организаций – прохождение обязательных медицинских осмотров. Как известно, в условиях распространения коронавирусной инфекции прохождение обязательных периодических медицинских осмотров либо медосмотров при приеме на работу является невозможным. Как отмечают в Роструде, в таком случае работнику нужно объявить простой и отправить отдыхать. Допускать к работе сотрудника не прошедшего обязательное медицинское свидетельствование запрещает статья 76 Трудового кодекса. Работодателю в данном случае необходимо оформить приказ о простое с освобождением от присутствия на рабочем месте. В данном случае простое оформляется по обстоятельствам, не зависящим ни от работодателя, ни от работника. А платить это время придется все же работодателю в размере не менее двух третей тарифной ставки либо оклада рассчитанных пропорционально времени простоя. После того, как медицинское учреждение возобновит проведение медосмотров, сотруднику нужно пройти обязательный медицинский осмотр в обычном порядке. Однако из данной ситуации есть выход. Как мы говорили в предыдущем видео, после подписания дополнительного соглашения с работниками фактически на них распространяются нормы Трудового кодекса, регламентирующие труд дистанционных работников. А в соответствии с положениями главы 49.1 Трудового кодекса России у работодателя в отношении дистанционных работников не возникает обязанности направлять работников на периодические медицинские осмотры. В то же время при приеме новых работников можно заключить трудовой договор о дистанционной работе, а потом после завершения эпидемии подписать дополнительное соглашение об обычных условиях труда и отправить сотрудника на медицинский осмотр. Наконец, необходимо руководствоваться и здравым смыслом. Фактически, педагогические работники сейчас выполняют свою работу дистанционно. В приоритете сохранение полноты реализации образовательной программы. Поэтому оформление простое для преподавателя или учителя, реализующего образовательную программу дистанционно в условиях самоизоляции, но которому необходимо пройти медицинский осмотр, кажется избыточным. В условиях пандемии, объявленной обстоятельством непреодолимой силы, вероятность того, что суд в потенциальных спорах станет на сторону образовательной организации, крайне высока. Берегите себя.